Аиша, она супруга пророка, наша мать правоверных, она как готовила хлеб? Во-первых, пшеница была здоровая, она на каждый хлеб ячменная мука, из ячмени делали они хлеб, ячменной мукой они мололи, она рукой молола ручной мельницей, потом она собирала оттуда, вот так сдувала с нее жмых, и вот из нее делали хлеб. Наши предки, вот современный хлеб, который сегодня продается в магазинах, этот хлеб яд замедленного действия. Почему? Объясняю. Потому что в 1950 году, когда в Мексике наступил голод, один американский селекционер, ученый, получил заказ увеличить урожай пшеницы в три раза. Ну, увеличить урожай пшеницы, и он должен был вывести новый сорт пшеницы. Почему она не устраивала? Почему у нее урожай был низкий? Оказывается, если старших спросить, природная, созданная Всевышним Аллахом пшеница, была высокая. И у сельского хозяйства была проблема с полиганием пшеницы. Что такое полигание? От ветров она ложилась. И, конечно, комбайн не мог нужный объем урожая собирать. Его задача была сделать растение коротким и семена покрупнее. Это первая, впервые генную модификацию пшеницы сделали в 1950 году. До 1950 года пшеница была здоровая, имела низкий гликемический индекс. Человек мог ее кушать и не беспокоиться за скачок сахара в крови. А в 1950 году он создал этот новый сорт пшеницы. Естественно, комбайны легко собирали этот урожай. Повысился урожай в три раза больше. Он получил за это Нобелевскую премию. Он получил за это звание отца зеленой революции. В интернете вся информация есть. И что он в конце концов миру дал? Он дал чуму XX века. Мир стал болеть сахарным диабетом и ожирением. Почему эта пшеница стала такая? Потому что он ее скрестил с японским рисом. То есть пшеница стала крахмалистая, стала глютеновая. И после него по сей день пшеница прошла много этапов генной модификации. Десятки раз ее генной модифицировали. До тех пор, пока она не стала готовым сырьем для кондитерской промышленности. Бизнес. Ради бизнеса. То есть мы жертвуем ради бизнеса пищевой промышленности своим здоровьем. И поэтому эта пшеница и эта мука, это одна беда. Ее видоизменение, ее генная модификация, это одна беда. Это еще большая беда, как ее сеют, какие химикаты, глифосаты, потом какие химикаты используются при хранении и так далее. В общем, когда говорят, хлеб это национальный продукт, нет. Хлеб, он не тот хлеб, и пшеница не та пшеница, которую ели наши предки. И поэтому и хинкал, и печенности, и все, что из нее, из современной муки делается и продается, это все, смело могу говорить, непригодно для нашего питания. Она приносит только, в первую очередь, она приносит атеросклеротические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, инсулиновую резистентность, сахарный диабет. Это все из этой белой муки, которая делается. Цельнозерновая мука, она тоже из той же пшеницы. Там несколько единиц, есть разница между ними по гликемическому индексу. Поэтому для тех, кто не болеет сахарным диабетом, кто не соблюдает, кому не нужна низкоуглеводная диета, лучше искать другую альтернативу этому хлебу. Лучше всего научиться, приучить себя обходиться без этой пшеницы, без этого хлеба, чтобы остаться здоровым. Вот это не мое мнение, это мнение докторов наук, ведущих диетологов современных в мире, арабских ученых. Это вот их мнение. Вот возьмите, к примеру, вот я возьму, к примеру, вот такая лепешка. Вот такая лепешка из пшеничной муки равна 14 ложек сахара. Одно и то же. Порою гликемический индекс белой муки, говорят, превышает гликемический индекс самого сахара. Это такая вещь. Поэтому вот любые, все те люди, которые страдают такими болезнями, им лучше отказаться от этого хлеба. А сам пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ел ли много хлеба? Нет. Аиша, ради Аллаху анха, говорит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, семья посланника Аллаха, говорит, не ела досыта ячменный хлеб два дня подряд. Значит, не так много ели они этот хлеб. И вообще пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, вообще-то он досыта никогда не ел. Он ел прикуску. Он прикусывал. Вот перекусы хватали, и поэтому он и сказал, сыну Адама вполне достаточны перекусы, которые выпрямят в спинной хребет. А тот, кто настойчив и желает поесть, пусть он ест так, чтобы треть желудка заполняла пища, вторая треть заполняла вода, и третья треть воздуха, чтобы там оставался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok